Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Он бы так сказал, в смысле, уже, по-моему, никто не сомневается. Мавроди комментирует. Так как же все-таки? С одной стороны, благо будет боящимся Господа, а с другой, праведников постигает порой то, чего заслуживали бы дела нечестивых. Два взаимно исключающих друг друга высказывания. Неплохо бы автору как-то определиться. А вообще, вся эта книга есть по сути своей одна сплошная хула на промысел Божий. Бог создал мир и нашел, что он весьма хорош. А автор богохульствует и заявляет, что все вокруг худо и не более, чем суета-сует. Что это как непрямое кощунство? И однако книга эта – часть Библии. И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Это сопровождает его в трудах в одни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. Мавроди. Да? Очень странно. А ведь раньше ты утверждал совсем другое, о почтенный экклесиаст. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели в дом пира. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. 7.24 ссылается Мавроди здесь на предыдущую притчу. Припоминаешь? Ну то есть, понимаете, сплошные какие-то вот нескончаемые вообще противоречия, на мой взгляд. На которые, собственно, и указывает Мавроди. Со своим островомием, сарказмом и прочее. 8.16.17. Когда я обратил сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых человек ни днем, ни ночью не знает сна, тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. И если бы такой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого. Мавроди, стоит ли говорить за всех людей и всех мудрецов? Вот совершенно верно, меня тоже постоянно поражает вот эта вот риторика, очень часто я ее слышу, когда люди просто говорят за других, что они там ничего не могут или еще что-то. Или там, например, ну вот мне там меняют, да, банально, что ты с деньгами скроешься. Ну откуда вот это берется в их голове? Сам факт того, что у человека возникло такое возражение, говорит больше именно о нем, об этом человеке, у которого в голове там что-то возникло, а не о том, о чем он говорит, понимаете? Ну, понимаете, конечно, прекрасно. 9-1. На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые деяния их в руке Божией, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что перед ним. Мавроди, что-то я не понял, как это ни любви, ни ненависти не знает? Автор, похоже, чересчур уж увлекся, доказывая недоказуемое, что ничегошеньки-то в мире всем нет, ни любви, ни ненависти. Ну-ну, успокойся, есть-есть, знает их человек, можешь уж тут мне поверить, ненависть-то уж точно. Ну, здесь больше прокомментирую, вот, все-таки это подкаст, прокомментирую высказывание Мавроди, вот почему опять ненависть? Вот почему опять ненависть? Почему у него все вот у самого тоже настолько мрачно всегда и... Ну, вот сам он, я знаю наверняка, что сам он способен на хорошие поступки, причем вопреки вообще. Ну, вот почему ненависть-то уж точно. Ну, ладно, пусть это останется. Ну, оно и так останется, это же Мавроди уже написал, чё? Что написано пером, не вырубишь топором, как говорится, недаром. Ладно, дальше, 9 дробь 2. Мавроди. Мавроди. Бог требует бескорыстной любви, поэтому он и не воздает на земле. Жизнь — это испытание. Возможно. 9 дробь 3. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их, а после того они отходят к умершим. Мавроди. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем. Богохульство. Осуждение дел господних. Насчет же зла и безумия в сердцах сынов человеческих, то тут-то уж воля ваша. Совсем что-то непонятное начинается. Я-то грешным делом полагал, что автор желает, чтобы Бог продлил дни только лишь праведникам, а вовсе не злым и безумным. Но он, похоже, уже и сам не понимает толком, чего хочет. Просто худо во всем, что делается под солнцем. И шабаш. 9 дробь 4. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда. Так, как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Мавроди комментирует, но я уже вижу, что он пишет, просто из-за этого посмеиваюсь. Слова живого пса, а не человека. Ну, от себя добавлю. Аминь. 9 дробь 5-6. Кстати, я не так давно голосовку записывал в чате, тоже почему-то по поводу... Раб это... У меня ассоциируется сразу с собакой. Вот собака, вот она не может быть плохой или хорошей. Собака это полное отражение своего хозяина. То есть, вот как ее воспитывали, у нее, конечно, могут быть какие-то черты характера, но сугубо такие там... Может вот она там быть активной или пассивной, да и то, и на это тоже влияет полностью хозяин, то бишь человек. Вот так же и раб. У него нет своего мнения, ничего своего нет. Вот он полностью, грубо говоря, вот ему сказали, он безропотно исполняет. Понимаете? Вот. Поэтому для меня вот это вот сравнение, что вот Мавроди тут тоже с сарказмом, что слова живого пса, а не человека. Вот можно переиначить, что слова раба, а не человека. Что? Псу живому лучше, нежели мертвому льву. Ладно, 9.5.6. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли. И нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Мавроди. Какое дело мертвым? Помнят ли о них живые? Живые должны думать о живом, не о мертвом. Нельзя разговаривать с мертвецами. Они зовут тебя к себе, и я для души. Слова их. И что за любовь их и ненависть их? А 9.1? Нет же их ни любви, ни ненависти. Ну вот, собственно, Мавроди отсылает. 9.1 сам я недавно читал. Повторю. На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые деяния их в руке Божией, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что перед ним. Так что вот так вот. Ну, больше скажу, что вот Мавродик говорит, что нельзя разговаривать с мертвецами, они зовут тебя к себе. И я для души слова их. Знаете, так же нельзя разговаривать с глупцами. Вот говорят, не спорят с дураками, да, вот. Это из той же серии, что, понимаете, чтобы спорить с дураком, нужно самому почувствовать, как это быть дураком. То есть, грубо говоря, вот, как бы это ни звучало, нужно самому стать дураком, чтобы вот на равных с ним спорить. А зачем это делать? Поэтому, соответственно, и дурак. Он не может постигнуть умности, то есть мудрости. Он же дурак. То есть глупец он, вот глупцу сколько ни в толковой, он не понимает. То есть он как это, как иноязычный. Как будто вот он там на другом языке разговаривает, понимаете? И чтобы с ним разговаривать, нужно разговаривать опять на его языке, чтобы он понял. Вот такая вот дилемма. Непростая и, скорее всего, невыполнимая. То есть проще не связываться. Проще делать свое дело, несмотря ни на что. Тем более, если вы убеждены, что оно верное. А не доказывать там кому-то чего-то. Ведь чтобы доказать, нужно на его уровне пуститься там. И, соответственно... А если он выше уровнем, так и доказывать ничего не надо. Он так все поймет. Только и всего. Все же просто. 9 дробь, 7, 10. Итак. Иди, ешь с весельем хлеб свой и пей в радости сердце вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Все, что может рука твоя делать, по силам делай. Потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Мавроди. Вот. Вот и ответ на вопрос, от чего одна участь всем. Спеши по силам делать все, что может рука твоя, потому что в могиле, куда ты пойдешь. Если бы люди жили вечно, они, наверное, бы никуда и не спешили. И ничего не делали. Здесь скажу замечательный принцип сталкинга из Карлоса Кастанеды. Ну, из книг Карлоса. Дун Хуан там его учил. Это чуть ли не базовый, кстати, принцип. Чуть ли не основа всего учения. Смерть, советник. Вот и все. Что да. Если бы смерти не было, человек бы вообще жил вечно, никуда бы не спешил. И вообще бы, скорее всего, ничего бы и не делал, в общем-то. 9 дробь 11. Ну, то есть, понимаете, это не какое-то философствование, да. Это предельно практичные, то есть применимые на практике механизмы. 9 дробь 11. И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег. Не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатства, и не искусным благорасположения. Но время и случай для всех их. Мавроди. Случай? А не бог? Ну, на мой взгляд, сарказм. Потому что во всем своем романе «Сын Люцифера» он так или иначе постоянно как раз-таки указывает на то, что вот случай. И... То есть, всем правит случай. А вот кто правит случаем, вопрошает Сергей Пантелеевич. И во многих своих интервью вот он и говорит, что если с вами какие-то вот происходят случайности, казалось бы, да, вот случайности, в кавычках, то бишь. То, по всей видимости, это никакие не случайности. Это вот якобы бог и дьявол, они вот так вот вмешиваются в жизнь. И они не меняют ее напрямую, да, то есть не нарушают там законов физики. А меняют вот событийную картину, то есть понемногу, помаленьку, какие-то вот случайности, казалось бы, но реальность, они объективную вот эту реальность, законы ее, там, физики, химии, они не нарушают. А именно какие-то вот совпадения. Вот что Мавродик говорит, что если их слишком много, то стоит задуматься. По всей видимости, за вами там кто-то приглядывает уже. Ну, неожиданно. Богу виднее, комментирует Мавродик. 9-13-18 Мавродик комментирует Короче, не всегда, увы, заслуги и труды наши должным образом вознаграждаются. Вот и все. Достаточно одного предложения. Чего там было каких-то мудрых бедняков приплетать? Мавродик красавчик. Вот за это я и люблю этого человека. И все его плоды, скажем так, мыслительной деятельности, все его дела, которые являются, собственно, плодами его мыслительной деятельности. Он прекрасно рассуждает. Кто ясно мыслит, как говорится, тот ясно излагает. 10-1. Мертвые мухи портят и делают зловонную благовонную масть мироварника. Тоже делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Мавродик комментирует Нельзя немножко забеременеть. Нельзя мудрому совершить небольшую глупость. В кавычках. То же касается и чести. Нельзя ее слегка потерять. Либо она есть, либо ее нет. Уже нет. Ну, совершенно верно. Тут я полностью согласен. 10-2. Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую. Мавродик комментирует. Вот-вот. Мудрость, глупость, это право-лево. Что значит небольшая глупость мудрого человека? Не бывает в смысле этого. Небольшой глупости мудрого человека. Ну, раз он уже мудрый, какая там небольшая глупость. Ошибка? Ну, тогда это уже не мудрость. Вот такой вот интересный момент. 10-3. По какой бы... Хотя нет, с другой стороны. Вот сейчас сам сказал и думаю. Ну, как это? А не ошибается тот, кто ничего не делает? А как может быть мудрым тот, кто ничего не делает? Это все пустые слова. Поэтому вот такая дуальность, опять-таки. Что ошибка, это как раз-таки, возможно, признак мудрого человека. Потому что глупый, ну, он заведомо глупый. Его глупость, скорее всего, она его осаживает вообще к ничего не деланию. То есть он ленивый. Вот глупость-то самая настоящая. Вот вывод такой промежуточный сделаем. Лень. Абсолютная настоящая глупость. А все остальное, это действие, это жизнь, это движение. Оно не может быть глупостью. Потому что, ну, с чего начал, тем и закончил эту мысль. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Так. 10-3. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда не достает смысла. И всякому он выскажет, что он глуп. Ну, вроде комментирует. Если бы. Ну, я все посмеиваюсь, потому что я уже вижу, что он написал. Но мне надо ждать комментарий, что это вот начинается, собственно, комментарий Мавроди. И поэтому я смеюсь наперед. Уж извините меня за это. 10-4. Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй место твоего. Потому что кротость покрывает и большие поступки. Проступки. Мавроди. А с какой стати ты должен быть кротким? Ради места? Вот-вот от себя добавлю. Это какая-то опять мудрость какая-то рабская. Типа, если начальник на тебя начнет ругаться, то не оставляй место твоего. То есть не убегай с работы. А вот несмотря ни на что, кротость свою выказывай. То есть будь кротким. Все это съешь, проглоти. Ну, то есть мудрость живого пса, то бишь раба. И это Библия. 10-5-7. Есть зло, которое я видел под солнцем. Это как бы погрешность, происходящая от властелина. Вот так поворот. Невежество поставляется на большой высоте. А богатые сидят низко. Видел я рабов на конях, а князей ходящих, подобно рабам пешком. Мавроди. Ну, этим-то всем нас не удивишь. Впрочем, и раб на коне все равно останется рабом. Вот именно. 10-8. Кто копает яму, тот упадет в нее. И кто разрушает ограду, того ужалит змей. Мавроди. Да ничего подобного. Надо просто повнимательнее быть. Вот точно. Ну, с какой стати-то? Кто копает яму, тот упадет в нее. Что, вот все, кто копал яму, упадут в нее, что ли? Что за бред вообще? Ой, Мавроди, конечно, красавчик. 10-9. Кто передвигает камни, тот может надсадить себя. И кто колет дрова, тот может подвергнуть опасности от них. Может надсадить. Может подвергнуться. Комментирует Мавроди. Дальше-то что? Не передвигать, не колоть, не копать. Кто идет, может споткнуться и сломать себе шею. Не ходить, кто ест, может подавиться. Не есть, кто пьет, может поперхнуться. Не пить. Да, таких мудростей, в кавычках. Можно тысячи и тысячи не вставая со стула насочинять. Притч. Ну вот точно. Я уже, кстати, говорил выше. Ранее точнее. Что, ну, кто делает, может ошибиться. Не делать. Вот понимаете. И, кстати, вот эта логика, в кавычках логика, она сплошь и рядом. Вот весь наш чат просто сочится вот этой логикой. Типа, зачем вообще что-то делать? Типа, понимаете. Все равно ничего не получится. Ну, дескать, ты ошибешься и все. Ну и что теперь не делать? Ну, это же какая-то вообще противоестественная позиция самой жизни противоестественная. В том смысле, что, ну, как это вообще? Ну, вот нам вроде же приводит, что вот кто ест, может подавиться. Не есть. Ну, это как из серии. Там волков боятся, в лес не ходить. Ну, да, там могут быть волки. И что теперь? Дома сидеть постоянно, что ли? Ну, то есть, вот понимаете, вот он, вот она мудрость в чистом виде, причем практически применимая. Это, еще раз повторяю, не какая-то там философия доморощенная. Это именно вот механизм жизни, что, конечно, надо действовать, несмотря ни на что вообще. 10 дробь 10. Иначе как бы вообще результатов добивался человек? Как бы вообще какие-то вещи возникали в нашей жизни? Они же изначально все сырые, а потом их дорабатывают. Ну, и что вот, любой результат он изначально сырой. Ну, и что теперь, не делать вообще, что ли, ничего? Дальше, поехали. 10 дробь 10. Если притупится топор, если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. Мавродик комментирует. Наточив топор или, исхитрившись, рубите тупым топором. Ну, намекает, что, в общем, если так понятно, да, что прямолинейно как-то действовать или, возможно, мудрость-то поможет иначе вообще действовать? 10 дробь 11. Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше его и злоязычный. Мавродик. Ну, не знаю. Злоязычный, по-моему, все-таки лучше. 10 дробь 12.15. Слова из уст мудрого – благодать, а уста глупого – губят его же. Начало слов из уст его – глупость, а конец речи из уст его – безумие. Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет и кто скажет ему. Что будет после него? Труп глупого – труд, пардон, глупого – утомляет его, потому что не знает даже дороги в город. Автор уверен, конечно, что его-то слова – благодать, а наговорил он уже, между тем, весьма много. Ну, вот я, знаете, читая вот эту притчу, как раз об этом и хотел сказать, что, собственно, автор сам, как говорится, в чужом глазу соринку увидит, а в своем бревна не замечает. То есть, все, что он пишет, в очередной раз, кстати, подчеркиваешь, все, что говорит человек, это больше характеризует его, потому что это же у него такие мысли возникли. Что вот глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет и кто скажет, что будет после него. Что начало слов из уст его – глупость, а конец речи из уст его – безумие. Ну, вот понимаете? А сам вот он тут написал этих притч и, собственно, забавным образом, совершенно ироничным, не замечает, что он и сам прекрасно под все эти его принципы подпадает. 10 дробь 16. Горе тебе, земля, когда царь твой отрок. Так, или отрок. Господи, вот. Добата где? Ну, ладно. И когда князья твои едят рано. Тфу ты! А, ну да. Тут речь вот о чем, что... Так, сейчас, секунду. Все-таки... Отрек, скорее всего, отречиться. В этом смысле, да. Ну что, отрекся. Ну, ладно. Дальше. Отленный... Так, 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 так. Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения. Мавроди комментирует. Благо. А то он прокомментировал горе. Тип. 10 дробь 18. От ленности обвиснет потолок. И когда опустятся руки, то протечет дом. Мавроди. Обвиснет. Опустятся. Протечет. Мораль. Не ленись. Вот тут полностью согласен с вами. 10 дробь 19. Перы устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь. А за все отвечает серебро. Мавроди. Господи, что за несносный болтун. И какого еще удовольствия. Сердце мудрых же. В доме плача. 7 дробь 4. Ну опять противоречие открытое. 10 дробь 20. Даже в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое, и крылатая пересказать речь твою. Мавроди. В мыслях-то почему нельзя? Слово, речь, но не мысли же, а царя. Царь и Клисиас. 11 дробь 1-2. Отпускай хлеб твой по водам. Ну, это что-то связанное с сельским хозяйством, комментирует Мавроди. И многоточие поставил. Но он, видимо, не дочитал. Даже не стал комментировать. 11 дробь 3. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Мавроди. Да, это так. Но никогда не знаешь заранее, когда это случится. Вот в чем проблема. Это точно. Знал бы прикуп, жил бы в сочи, как говорится. 11 дробь 4. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. И кто смотрит на облака, тому не жать. Мавроди. Да. Но и обратное верно. Кто не наблюдает ветер, тому не сеять. И кто не смотрит на облака, тому не жать. Мера. Все хорошо в меру. Аминь. Вот полностью соглашусь. Полностью. Вчера, кстати, у меня диалог там был один интересный. Тоже говорил, что все в меру. Вот самая главная мера. То есть нельзя быть абсолютным. Типа не есть. Или объедаться. Почему сразу крайности? В меру. Есть в меру. Только и всего. 11 дробь 5. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в очреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Мавроди. Вот именно. А ты загвоздил свое. Все худо, все плохо, все суета-сует. Богу-то виднее. Ну вот видите, Мавроди. Вот он комментирует Библию с сарказмом. Но указывая на то, что это всего лишь книга, написанная человеком. При этом Мавроди, исходя из этих же комментариев, делается простейший вывод, что Мавроди верит в Бога. Что, в общем-то, у меня не вызывает каких-то противоречий, потому что сам я, между прочим, тоже верю. Но я абсолютно не религиозный. То есть для меня религии вообще не существует. Но религия и вера — это разные вещи. Вера вообще, кстати, на секундочку, это глубоко личное чувство, интимное. И когда ты его выставляешь на показ и трясешь перед другими, это уже не вера, а не какая-то показуха. Когда человек начинает спекулировать на этом, затягивать, убеждать. Вера, она самодостаточная. Она вот есть, все. Она не требует того, чтобы ты постоянно кому-то тоже заставлял, грубо говоря, верить. То есть обращал. Иными словами, религия — это упаковка, обертка. Именно поэтому религиозные, по всей видимости, так и реагируют на все, что их там задевает. Вот эту обертку какую-то там. Внешнее проявление всего лишь, поверхностное. Суть-то совсем в другом. Вот о чем речь. Ладно. 11-6. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей. Я что-то о чем-то подумал. Не о том. Потому что ты не знаешь, то или другое будет удачней. Или то и другое равно хорошо будет. Вроде. А может, лучше все-таки подумать немного. Когда будет удачней, утром или вечером, для чего тебе богом ум-то дан. Вот точно. А то, как в известном анекдоте получается. Чего там думать? Трясти надо. Сеять. По скриптам. И сей семя твое утром и вечером, не давай руке твоей. Фи. Двусмысленно как-то. Вот точно. Вот вы представляете, я же только что прочитал. Вот поразительно. Вот я только прочитал и посмеялся. И мне даже стыдно стало. Ну о чем я подумал, да? Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей. Мужики поймут. Чем он там занимается-то вообще-то, экисиаст. И мне еще даже стало стыдно как-то. Думаю, блин, че ж я посмеялся. А мама вроде-то сам в конце комментирует. И сей семя твое утром и вечером не давая отдыха руке твоей феей. Двусмысленно как-то. Так, ладно. Ну, в общем. Все мы люди. Че тут греха-то таить. Господи. Прям грех тоже мне. Естественный процесс. Так, далее. Повнимательней 11 дробь 1-2 перечитал. Ну, это Мавроди пишет. Итак, 11 дробь 1-2. Отпускай хлеб твой по водам. А, ну вот, это где он прокомментировал, собственно. Чуть ранее, что это что-то там из области сельского хозяйства. Итак, отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи, давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Мавроди. Будь щедр в дни удачи и воздастся тебе в дни несчастья. Ну, не знаю, может и воздастся. По скриптам. Один из семи или даже восьми. В лучшем случае. Вспомнит потом про твое добро. Таково мнение автора. Ну, не знаю, мое мнение, что... А вспомнит ли вообще хоть один? Одиннадцать дробь семь-десять. Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их. И пусть помнит о днях темных, которых будет много. Все, что будет, суета. Веселись, юноша, в юности твоей. И да внушает сердце твою радость во дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего. И по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего. Потому что детство и юность суета. Мавроди. Опять веселись, веселись. Удаляй печаль. А между тем... Так, а между тем, сетывание лучше смеха. Семь дробь три. И сердце мудрых в доме плача. Семь дробь четыре. Так веселиться или сетывать? И печалиться. Скажи хоть, наконец, царь Эклисиаст. Двенадцать дробь один восемь. И помни создателя твоего в дни юности твоей. Мавроди. Ладно, это уже все лирикас. Красиво, поэтично, но лирика. Пометка, сделанная рукой Люцифера. Слова мальчика, не мужа. Мавроди комментирует. Это завершение книги Эклисиаста. Большой его комментарий. Вообще, впечатления от книги у меня двойственные. Есть отдельные интересные мысли, но в целом суета-сует. Идея сама по себе неумная. Исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Нельзя испытать сердцем веселье, познать безумие и глупость. Все это будут неподлинное веселье, неподлинное безумие и глупость. Нельзя проникнуть в помыслы, заглянуть в душу человека веселого и беззаботного. Самому не будучи таковым. Как нельзя старику превратиться в юношу. Нельзя понять безумного, не став самому он им. Блин, ну как это поразительно. Я ведь точно так же, чуть выше и прокомментировал. Ну нельзя понять дурака и спорить с ним бессмысленно. Именно потому, что пока ты сам дураком не сделаешься, иначе говоря. Далее. Потому-то и кажется все автору суетой и томлением духа. Что не его все это. Печального удивляет вид веселого. И говорит он себе. Испытаю-ка я сердцем веселость. Ну что он может испытать? Печальному и веселому, умному и глупому, никогда им не понять друг друга. И у каждого из них своя правда. Не испытать сердцем веселому печаль, а печальному веселье, мудрость глупому, а здравому безумие. Не мир плох, а ты сам. Не миру приговор, все суета сует, а самому себе. Мертва душа твоя, царь Екклесиаст. И речи твои, речи мертвого. А мы живые. Мы любим и страдаем, ненавидим и ревнуем. Смеемся от радости и плачем от боли. И не понять нам тебя вовек. Да и не надо. Аминь. Как же замечательно Мавроди закончил эти комментарии. Вот именно. Проживать нужно жизнь. Вот меня удивляет, да, люди на каком-то празднике, нет чтоб радоваться. Они же на празднике, они достают телефон и начинают снимать эту радость. Сами того, не замечая, как они от этой радости удаляются. Они становятся какими-то наблюдателями. Они как будто все это пытаются зафиксировать. И в это время теряют самую суть, саму жизнь. Вот этот чистый опыт. Вот. Понимаете? Они не хотят быть, они хотят казаться сегодня. Вот проблема. Показуха. Которая уводит от основного. То есть мы перестаем быть в моменте, мы перестаем жить в самом прямом смысле слова. Когда достаем телефон и начинаем на него снимать эту самую жизнь. Это все чушь. Шелуха, обертка, пустая. Это лицемерие. И это, повторяю, утрата основного. Утрата сути, утрата самой жизни. Вот, что я добавлю. Ну, у нас еще осталось, так, еще две книги. Еще две книги. С комментариями к Библии. То есть это другие книги он уже комментирует. Но о них, в общем-то, дальше я буду озвучивать уже их. Спасибо.